Многодетные мамы получили материальную помощь. В преддверии Международного женского дня сотрудники фонда будущих поколений посетили с подарками многодетные семьи Якутски. Вместе с сотрудниками фонда у семьи Даниловых погостила и наша съемочная группа. Многодетная мама Татьяна одна воспитывает шестерых детей. В семье учатся все. Старшие дети ходят в школу, младшие в садик, а мама – студентка. За детьми помогает присматривать бабушка. Каждое лето иногда выходим в деревню, иногда куда-нибудь с детьми идем, езжаем. Ну, разрушений много. Я сама учусь в медколледже, третий-последний курс. В этом году уже заканчиваю. В дальнейшем еду работать медсестрой. Даниловы живут в частном деревянном доме. Одежда, мебель – все есть. Но с телевизором были проблемы. Дочка сказала, что заказать. Потом подумали все. Мучаемся же совсем. Плохо показывает. Рады, дети даже радостные же. У каждого из детей свои интересы и предпочтения. Восьмилетний Володя увлекается математикой и увлеченно играет в шашки. Учусь в втором классе, в Мархинском первый. Всегда помогаю бабушке, смотрю за детьми. В рамках реализации проекта «Добрая Якутия» сотрудники фонда исполняют желания многодетных семей. Цветы, сладости для детей, бытовая техника. Некоторым помогли по хозяйству. Кому-то там снег почистили во дворе, дрова покололи. Даже вот электричество привели в порядок с помощью профессионального электрика, которого мы пригласили. А вот семья эта, которой мы сегодня сейчас гостим, они попросили просто телевизор. Ну, дети, я смотрю, очень рады, ждут с нетерпением, когда старший брат, наверное, подключит сегодня сейчас этот телевизор и будут своей семьей смотреть передачи. У Даниловых система отопления электрическая. На оплату уходит много денег. У семьи пока нет достаточных средств, чтобы провести газ. Большая семья требует больших затрат. Но благодаря поддержке администрации Мархи и родных, в дальнейшем семья планирует улучшить жилищные условия. Заветное желание Татьяны построить веранду, чтобы дружно всей семьей пить чай на свежем воздухе.